Привет! Это программа «Спортмикс» Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении Меня зовут Анатолий Моисеев. Давайте жить фитнесом вместе! Сегодня в программе утяжелители для ног. Легкий путь к стройности И теперь толкаем вверх ногу Подводная тренировка. Упражнения для мышц рук И также ладони мы удерживаем вместе и вспениваем воду А также о том, можно ли считать одышку болезнью. Консультация кардиолога Утяжелители для ног – это не тот груз, который мешает идти к своей цели Простой фитнес-аксессуар, напротив, помогает приблизиться к своему заветному результату Так что улыбаемся и машем ногами Привет! Сегодня мы поработаем с утяжелителями Я покажу замечательное упражнение на ноги Единственное, что хочу сказать Утяжелители бывают разные Килограммы, полтора килограмма, два килограмма и так далее Естественно, подбирайте утяжелители под уровень своей физической подготовки Хочу сказать сразу, не жалейте себя Вполне допустимо взять полутора килограммовые, двухкилограммовые утяжелители И работать с ними Поехали! Первое упражнение будет на ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра Обратите внимание, у нас плечо должно быть на таком уровне То есть не надо вперед, никуда, для того, чтобы не нагружать наши суставы Ножку вытянули, носочек на себя чуть-чуть развернули в сторону И делаем обычный мах, только самое главное – это техника Очень частая ошибка – это что вы делаете? Ломаете себя в пояснице Все зафиксировано, работаем только ножкой и ягодичной мышцей Памповые движения вот такие вот Ни в коем случае не шатаем таз, не шатаем спину То есть работаем только ягодичкой Поработали 15-20 махов на одну ножку Затем взяли, сразу же поменяли И поработали точно так же на вторую Работаем где-то 4 подхода минимум По 15-20-25 повторений Второй вариант махов вы можете делать сразу же после первого варианта Обратите внимание, что мы сгибаем ножку к колене, носочек на себя по такому же принципу И теперь толкаем вверх ногу Такой же принцип фиксировать себя в поясничном отделе То есть у нас ничего не болтается, не шатается Для того, чтобы максимально беречь нашу спинку И делаем махи вверх Вверх, вверх, пяточкой делаем вверх То же самое, 15-20 повторений, по 3-4 подхода на каждую ногу И третье упражнение Будем делать перекрестные так называемые махи на боку Все довольно просто Просто через ножку делаем такой мах Аккуратненько работаем 3-4 подхода где-то в районе 20 повторений Вы можете выполнять этот комплекс вместе 3 упражнения, то есть одно за другим А можете взять одно какое-нибудь упражнение из комплекса И дополнить свою тренировку Тренируйтесь и будьте здоровы Итак, миллион спортивных советов для проработки мышц задней поверхности бедра Используйте утяжелители для ног Вес этого аксессуара подбирайте в соответствии со своей физической подготовкой Но не слишком жалейте себя Оптимальное количество повторений От 15 до 25 махов каждой ногой Предложенные упражнения можно выполнять в рамках одного раунда Без пауз для отдыха Количество подходов не менее трех Следите за исходным положением тела, амплитудой и траекторией движений Знаменитый учет Успешный бизнесмен или яркая бизнес-леди Кем бы вы не представляли себя в своих мечтах Я предлагаю на несколько минут сменить формат воздушных замков Представьте себя миксером Это поможет успешно выполнить комплекс упражнений в воде И укрепить мышцы рук Добрый день, дорогие телезрители Наш урок посвящен аква-фитнесу Для укрепления мышц кора, плечевой отдел, бедра, ноги Он способствует похудению, способствует развитию силы, выносливости То есть, чтобы быть красивыми, здоровыми и очень крепкими Наше первое упражнение будет на верхнюю часть корпуса Также будут задействованы ноги В нем мы будем укреплять верх и также низ Наше первое упражнение Ноги бег, пятки стучат о воду Мы кулачки сжимаем и собираем руки Кулачки на себя И разворачиваем в сторону Что мы тренируем? Мы тренируем мышцы груди, мышцы спины Мы делаем красивые руки И красивую поверхность Верхнюю часть нашего тела Само упражнение рассчитано 8 подходов Два раза Итог 16 раз Наше второе упражнение будет состоять также из разводки и опускания рук вдоль корпуса Это способствует красивой осанке, красивым рельефным рукам 8 повторов по два раза В итоге 16 раз Третье упражнение Мы также напрягаем плечевой сустав Плещевую верхнюю часть корпуса Также пресс И также ладони мы удерживаем вместе И вспениваем воду Работают плечи, пресс активно 8 раз В одну сторону И в обратном направлении Ощущение нехватки воздуха С этой неприятностью сталкиваются все Но одни испытывают отдышку, поднявшись на второй этаж А другие после действительно интенсивной физической нагрузки Можно ли считать отдышку болезнью? И как от нее избавиться, расскажет кардиолог Это не болезнь Отдышка – это симптом, который может быть при не только сердечных заболеваниях Да, это один из ранних симптомов сердечной недостаточности Но он также может встречаться при анемии При дефиците железа, например, в крови Он может встречаться при заболеваниях легких Бронхолегочной системы Он может быть у тучных людей Так называемый синдром гиппопноя тучного человека Просто за счет того, что ограничено движение грудной клетки И высокое стояние диафрагмы Он может быть и у нетренированных людей Потому что данная нагрузка, например, просто превышает возможности функционального организма И здесь вопрос, как избавиться от отдышки, конечно, зависит от того, какая причина ее вызывает Если эта отдышка у молодого человека, у которого нет хронических заболеваний То, скорее всего, она вызвана функциональной просто нетренированностью сердечно-сосудистой системы И здесь физическая активность, конечно, ему поможет То есть увеличение тренированности уберет и возникновение отдышки при физической нагрузке Если отдышка вызвана какими-то отклонениями, которые связаны с сердечно-сосудистой деятельностью То прием препаратов, адекватное лечение основного заболевания Плюс та же самая физическая активность Тоже поможет уменьшить Ну, может не совсем избавиться совсем от отдышки Но, по крайней мере, уменьшить ее проявление Для начала мы рекомендуем просто увеличить физическую активность Прогулка пешком 30 минут в день в достаточно интенсивном темпе Если это молодой человек Оно подготавливает, организм подготавливает сердечно-сосудистую систему Через месяц-полтора можно, например, увеличить продолжительность этой нагрузки Либо увеличить темп ходьбы Если нагрузка переносится хорошо, то после месяца, например, занятий аэробных Можно рекомендовать добавить к ним силовые упражнения с небольшим отягощением Либо упражнения с собственным весом Либо это упражнение в тренажерном зале Но единственное, что вначале, конечно, под наблюдением тренера Чтобы он поставил правильную технику упражнения И последил за правильностью выполнения упражнений Начинайте с малого и достигните главного Отличной формы и чудесного настроения Миллион спортивных советов Проверьте каждый и воспользуйтесь лучшим Увидимся совсем скоро